Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Олег Соловкин и в эфире проект интервью дня. Сегодня на календаре памятная дата. Я напомню, 15 февраля 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана, который продлился ровно год. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Для афганцев и их товарищей пограничников эта дата одновременно и горько и радостна. С одной стороны, это возможность встретиться со своими братьями по оружию, а с другой – почтить память тех, кто не вернулся с полей сражения. О том, как живут ветераны-афганцы спустя столько лет, нам расскажет председатель Одесской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Константин Аборин. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! Спасибо, что согласились на это интервью. Думаю, что об этой дате вам приходится вспоминать не только 15 февраля. Так уж получилось. Но именно этот день, мне кажется, для вас и многих ваших товарищей особенный. Что он значит для вас? Где его проводите? С кем и как? Прошу вас. Слишком много вопросов. Давайте по очереди разобьем по составным частям. Во-первых, более корректно было бы сказать, что вывод советских войск начался 15 мая 1988 года. Почему я с уверенностью об этом говорю? Решение было принято действительно до февраля 1988 года, политическое решение. А практически 15 мая 1988 года начался вывод войск. И наша бригада, 66-я ордена Ленина Александра Невского, выборгская бригада, вышла первой из Афганистана. Потому что мы были на самых дальних рубежах, на границе с Пакистаном, за Джалабадом. И начало нашего выхода явилось началом вывода войск из Афганистана. То есть вы первые? То есть мы первые вышли, поэтому мы отмечаем вывод войск, встречаемся со своими сослуживцами. Как об этом узнали? Помните? 15 мая каждого года. Мы встречаемся здесь, в Одессе. Со всего Союза приезжают к нам наши друзья, наша разведрота, с которой я ходил в горы. И мы встречаемся с ребятами. Вот для нас это дата. Я в это время уже был в Союзе. Уже я заменился в 87-м году. И попал служить, ну после двух ранений я попал на нестроевую службу в полубрежданской обороны. Ну то есть, а потом через три месяца в Чернобыль. Так что из Афганистана в Чернобыль, нормально. Вот. И, конечно, воспринималось это как какая-то утрата, что вот мы не добили. Не доделали, не дожали, не закончили. А вот прошло немного времени, и начинаешь понимать, что мы вообще зря туда заходили. И нам не нужно было. Это чужая страна, чужой устой, феодальный строй, свои взаимоотношения и своя культура. А мы пришли туда сразу социализм настраивать. Конечно, это выглядело как пятое колесо в телеге. К сожалению. Много было сделано, построено, много материальных ценностей было завезено в Афганистан из Советского Союза. Но, к сожалению, все это на сегодняшний момент вспоминается как с той стороны, афганцами, так и нами, как бесполезно потраченные средства и время. К сожалению, политическое решение, как оказалось через 30 лет, мы уже узнаем о том, что оно было неверно. Вот спустя 30 лет как проводите этот день? Безусловно, для нас это день окончания войны. Да, 28-я годовщина вывода войск из Афганистана. И для нас это возможность встретиться, увидеть друг друга в едином строю. Мы стремимся быть в едином строю, особенно в этот день. Мы предполагаем, что для каждого ветерана-афганца в этот день считается правильным положить цветы к памятнику воинам-афганцам на 411 батарее, где встречаются афганцы школьного роддрома Киевского района, возлагают цветы. Затем встретиться у храма на Пушкинской, откуда в едином строю есть возможность пройти до парка Шевченко и уже вместе в парке Шевченко возложить цветы к памятнику неизвестному матросу, нашим дедам, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, и возложить цветы к памятнику воинам-афганцам, к мемориальным плитам, где высечены имена 220 наших одесситов, которые погибли в Афганистане. Воспоминания тех дней живы в памяти? Ну, вы же сами понимаете, как только собираются два афганца, начинают вспоминать о том, где как и что было. А вообще часто вот вспоминаете сослуживцев? Как вам сказать? Есть определенные жизненные этапы, даты. В свое время у меня было 9 дней рождения, сейчас их 11 дней рождения в году, и 4 из них это афганские дни рождения. Когда вот удачи досталось больше, чем моим товарищам, которые... Я даже в свое время строки такие написал. Выжить — это не просто счастье, это долг перед тем, кто упал. Мы с тобой делили удачу, мне досталась большая часть. Ты прости меня, друг, я плачу. У судьбы жестокая власть, и послушные этой власти пули бьют друзей на повал. Но выжить — это не просто счастье, это долг перед тем, кто упал. И вот я бы не говорил сейчас вот о тех людях, которые с двумя руками, ногами живые. Мы израненные, может, израненные душой, но мы живые, и мы кормильцы для своей семьи. А я бы больше внимания уделил тем семьям и матерям, которые потеряли своих мужей, сыновей. Им необходимо сейчас втройне больше уделять внимания, потому что боль, она не утихает. В прошлом году на заседании Координационного совета, который был в Одесской областной администрации, мы ввели разговор о том, кому какую помощь в денежном эквиваленте оказывать матерям, погибшим в Афганистане и матерям, погибшим в зоне боевых действий на востоке страны. И складывается впечатление, что вот те, у которых вот сейчас погибли, им нужнее. На самом деле матери, что через 30 лет, что позавчера, сын, которого она похоронила, это с этого момента наступает черная полоса в ее жизни. И нельзя делить. Люди, воины выполняли свой воинский долг. И этот воинский долг они как 30 лет назад выполнили с честью, не пожалели живота своего. Так и сегодня точно так же выполняют свой воинский долг, защищая свой дом, свой город, свою страну. Выполняют приказ. У нас есть фотографии, я прошу прощения, есть у нас фотографии тех лет, которые вы с собой принесли. Сейчас мы их покажем, какую-то часть из них. Вас попрошу прокомментировать. И вообще, вот как часто вы пересматриваете эти снимки? Вы знаете, эти фотографии можно смотреть в любой момент, встречаясь хотя бы с одним из афганцев. Ну, зачастую их просто перекладываешь, когда смотрю фотовыставку. Я, вернувшись из Афганистана, через несколько лет собрал фотографии и сделал фотовыставку, на которой были простые эпизоды нашей жизни. Здесь, на этих фотографиях часто я есть, ну, естественно, я с фотоаппаратом был. Сергей Степаненко, командир разведзвода 3-го батальона. Сережа, к сожалению, оказался, остался без глаз, подорвался на мине с тремя разведчиками. Он живет здесь у нас, в Одессе, работает. И это яркий пример мужества и стойкости человека, его жизненного стержня, когда нашел в себя силы получить высшее образование, работает юристом. То есть, жизнь не останавливается на том, что случилось. Это доказательство силы и мужества человека. Ну, я еще могу добавить, что эти фотографии, которые выложены сейчас, слава богу, интернет позволяет это все сделать. Многие наших сослуживцы, солдат, которые служили. Я им делал тогда фотографии, каждому, кто был на этих снимках. Но сейчас у кого-то потерялись снимки еще. Мы обменяемся фотографиями. Есть сайт 66-й бригады, есть... Вот этот снимок, например, взвод уходит в поиск, разведзвод уходит в поиск. Он находится в музее в Киеве, как огромный... Начало афганского зала. Эту фотографию у меня взяли из музея. И там, кстати, 6 или 7 моих фотографий в этом музее тоже есть. Эта машина, кстати, дошла до Асадабада. Это мы перегоняли машину. Расстояние всего 40... Ну, не полных 40 километров. С утра до вечера ехали 40 километров. Ну, вот так. Такая жизнь была, такой быт. Сегодня вы являетесь председателем Одесской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана. Вот сколько человек в ней состоит? В Одесской городской организации сегодня вступили, написали заявления письменные в эту организацию более 250 человек. Всего афганцев у нас проживает в городе Одессе. Почти 900. Ну, сложилось так. Как думаете, почему только третья часть вступила в Афганистан? На сегодняшний момент такой раскол произошел 4 года назад. И, к сожалению, локально, быстро разрешить эту проблему не удалось. Я думаю, что со временем люди взрослые, средний возраст афганцев теперь 55-60 лет, люди взрослые и примут взвешенное решение. Ведь пятерней распростертой невозможно ничего схватить и сделать. Нужно собираться в единый кулак. Несмотря на то, что все-таки разногласия в общественной организации есть в сообществе афганцев. Но вы понимаете, роль личности в истории, роль лидера. Лидер должен быть, на мой взгляд, человеком, у которого слово не расходится с делом. И если ты говоришь, то делаешь. Если делаешь, то говоришь. Должен быть этот принцип основополагающим. Так, как в армии у нас было. Не делай, как я говорю. А принцип простой. Делай, как я. Покажи, делай, будь примером. И поэтому не все лидеры афганского движения это понимают. И, к сожалению, великому они теряют своих соратников уже не на поле брани, а в обычной жизни. Я думаю, время все расставить на свои места. Нужно быть взвешенным, мудрым, не рубить сгоряча. У нас на сегодня хватает проблем. И проблемы этих достаточно большие. Если взять, разбить, например, раньше у меня делилась жизнь на три этапа. До Афганистана, потом 25 месяцев Афганистана и после Афганистана. То на сегодняшний день у меня появился еще один этап в жизни. Это война на Востоке. С 2014 года Городской союз Афганистана вступил активно в волонтерскую работу. В 2014 году активно поддерживали детей, больных, раненых детей на Донбассе. Как с той стороны, так и со стороны Украины на линии разграничения. Помогали продуктами питания, памперсами, молочными смесями. Речь идет именно о детях, которые от новорожденных до 3-4 лет. Иран и Афганистан реагируют? Нормально реагируют. Основная масса нормально реагирует. Во-первых, мы знаем, что кровь и нужно остановить бойню. Каким образом? Политическим. Это волевое решение должно быть. Сесть, договориться. Конечно. Нужно, во-первых, прекратить войну. Приходить друг друга убивать. У нас и так Украина на 5 миллионов сократилась за 25 лет. Для этого нужна воля политическая. Простите, я не в Верховной Раде. И, к сожалению, с большой трибуной тоже не могу выступить. Могу выступить только как аналитик и как человек, который насмотрелся на Донбассе, собирая наших двухсотых в Дебальцево, например. Или собирая ребят после Новосветловки в 2014 году, которых мы потом прикапывали, забивали координаты. И уже команда «Игру за 200». Тоже наши афганцы, которые в Луганске, Сергей Шонин, например, я просто приверпил, или Витя Мухин, приезжали, выкапывали, грузили и привозили через линию фронта в Харьков на проведение ДНК анализов. Мы занимались вызовом пленных, активно занимаемся, сейчас занимаемся этими вопросами. Из наших одесситов, из национальной гвардии ребят возвращали, так называемая группа была Яйцюка, 25 солдат-офицеров, которых 20 человек, из которых удалось вернуть на протяжении полугода. Досталась, конечно, и работа, связанная с волонтерской работой нашему Союзу ветеранов Афганистана здесь, в Одессе. В прошлый год мы сконцентрировались на работе с матерями, с семьями погибших. Оказывали им помощь, поддержку. Не только афганцев, но и матерей, и жен погибших в АТО. Мы поддержали, стремимся встречаться, их соорганизовать, потому что горе, разделенное с другом или с человеком, который также сопричастен к этому, горе становится меньше. Ну, это как противоположность. Радость, разделенная с другом, становится вдвойне больше. Горе, разделенное с кем-то, становится меньше. Нельзя забывать, что 30 лет назад семьи погибших наших боевых друзей, мы их поддерживали, оказывали материальную помощь. Сейчас государство в большей степени, я говорю государство, на самом деле это Одесский городской совет и областной совет, выделяют средства. Какие средства выделяют? Как помогают? Семьи удалось решить в прошлом году. Было 600 гривен получали семьи погибших в Афганистане, и тысячу гривен получали погибшие ежемесячно. Семьи, появившие в АТО. С прошлого года удалось переломить немного ситуацию. Семьи афганцев стали получать по тысяче гривен дополнительных средств, а погибшие в АТО – две тысячи гривен. Надеюсь, что в этом году уже областной совет данный вопрос урегулирует, чтобы не было этого разделения. Мы живем по одному, чтобы было понятно, мы живем по одному закону о статусе ветеранов боевых действий и членов их семей. Ветеран войны, ну так сложилось, что я участник боевых действий в Афганистане, Чернобылец и участник АТО. Есть люди, которые… Участник АТО не тот человек, который с оружием обязательно. Я не стрелял, я выполнял другую работу, я спасал ребят, выводил их из плена. Есть живые люди, которые были там, в подвалах бывшего здания СБУ, в избушке так называемой, в Донецке, из которой потом со мной встречались уже здесь. Ну, понимаете, да, я видел разных людей там и здесь. Мы даже в прошлом году провели встречу освобожденных участников боевых действий в АТО, которые были освобождены афганцами. Здесь, в Одессе, с афганцами. Я вам скажу, у самих афганцев мнение диаметрально противоположно изменилось. Такие встречи нужны. Вот эта работа связанная… Нам же никто не приказывает, не дает. Мы это делаем как добровольцы, потому что мы считаем так правильно. Нельзя говорить о том, что все это делают. Нет. Но важно начало. Кто-то начинает делать, другие подхватывают, поддерживают. Еще один вопрос, который я считаю упущен, это военно-патриотическое воспитание, именно патриотическое воспитание. Мы живем в этом городе, мы его не просто любим, потому что море и чайки. Потому что здесь наш дом, здесь наши родители, здесь мы выросли, наши воспоминания. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с мальчишки в соседнем дворе. Классика, песня. Если человек… Помните, как у Высоцкого? Если человек совершает подвиг, значит, правильные книжки он читал в детстве. Вот эти правильные книжки нужно сейчас закладывать нашим детям. У меня… Все-таки политика национального примирения, она должна от кого исходить и в чем она заключается? Ну как, значит, должна исходить? Вы понимаете, в прошлом году, в начале декабря прошлого года, вышло постановление Кабинета Министра о создании коррадиционных советов при органах местного самоуправления по работе, по военно-патриотической работе. Да мы этот коррадиционный совет создали еще три года назад. Но мы-то его создали, но не придав ему вектор ускорения со стороны власти, очень сложно это все делать через колено, пробивая бюрократию. Мне было с одной стороны легко и с другой стороны сложно сесть и уехать. Конечно, моя жена не понимала, как ты шесть своих детей оставил и поехал куда-то там на восток, как она сказала, езжай на свой Донбасс и там оставайся. Она не понимает, что ей хочется, чтобы у нее был мир, уют в ее доме. Но если мы не будем поступать вот как по сердцу, да, то и в других домах тоже будет разруха. Поэтому, невзирая ни на что, сел, поехал, вот так начал делать. Потом включились другие люди, да, в эту работу. Сейчас одесситы очень активно оказывают помощь своим бойцам, своим раненым. И уже теперь нашли в себя и мужество, и силы прийти в семьи погибших. Мы вынуждены поставить. Я могу только сказать одно еще. Нам всем нужно обратить внимание на людей, которые воюют. Как 30 лет назад мы вернулись в мирную жизнь и не сразу в нее вписались, так и сейчас ветеранам боевых действий, которые приезжают с Востока, нужна помощь и от нашего общества нужно терпение. Вот хотя бы терпение для того, чтобы дать им возможность вернуться к обычной мирной жизни. На этом точка, но 20 секунд я вам дарю для того, чтобы вы поприветствовали всех своих товарищей на эту камеру и чего-нибудь в этот день им пожелали. Я каждому из вернувшихся ребят с боевых действий, как из Афганистана, так и с Востока нашей страны, хочу пожелать удачи, крепкого здоровья, терпения. Боевого братства не может быть мало. Люди, которые хлебнули из фляги горячего боя, которые, видели, прошли через огонь, через град осколков, через веер пулевых трассеров, они не могут быть фальшивыми. Хороших людей, помните, война делает лучше, ну а плохих, простите, вы же знаете, как поступают с аватарами. Плохих людей делает хуже. Так что боевое братство, оно должно объединяться, должно быть крепким, как надежный кулак, для того, чтобы быть надежной опорой в своем городе, в своем доме, ну и в стране. Ну и в то же время, хочу вам пожелать стать участником настоящего и крепкого мира, которого все так долго ждут. Я одесситам желаю крепкого мира, реально голубого неба, чтобы наш город был солнечным, с голубым небом и с большими-большими улыбками у всех нас, у нас и у наших детей. Председатель Одесской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Константин Аборин. Сегодня был гостьем нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова